Костелерадио компания «Пенза» продолжает совместный проект помощи детям с Росфондом. Сегодня в поддержке нуждается 12-летний Данила Родионов. У мальчика детский церебральный паралич на лечение и реабилитацию в Москве нужно примерно 200 тысяч рублей. Как можно помочь, расскажет Дарья Шметкова. Данила Родионов очень любит книжки про паровозы. Они сильные и быстрые, легко преодолевают любые расстояния. Да, не такое, не под силу. Когда ему исполнился годик, диагноз прозвучал как приговор – детский церебральный паралич. И вот уже 12 лет весь его огромный мир внутри маленькой квартиры в небольшом городке. Сделать шаг для этого любознательного и открытого мальчишки – большой подвиг. Рядом только мама. Она бросила работу, чтобы полностью посвятить себя заботе о сыне. Отец ушел и помогать не считает нужным. Дядь! Сам. А дальше сам. Давай. Сам. Сам. Ну? Ну да, конечно, в прошлом году лучше ходил. В прошлом году. Сейчас труднее. Это был желанный и долгожданный малыш. Даня появился на свет раньше запланированного срока и весил чуть больше килограмма. Дышал через аппарат, перенес кровоизлияние в головной мозг, получил инвалидность. Но мама Светлана решила бороться. Началась наша борьба за каждое движение, за каждый навык. Мы начали искать активно центры, врачей, методики. То есть через неделю ребенка 13 лет исполняется. И вот все эти 13 лет мы в поиске, мы ищем, мы лечимся. То есть мы не стоим на месте. После поездки в Московский институт медицинских технологий мама заметила. Ее единственный сын стал больше понимать и произносить новые слова. Начал увереннее вставать на ноги. Столичные специалисты работали с мальчиком. Помогали ориентироваться в пространстве и держать равновесие. Учили владеть собственным телом. С тех пор прошло два года. Сейчас Дане становится хуже. Он резко вырос, сразу на 20 сантиметров. Из-за этого усилилась мышечная спастика. В результате мышцы будто сковало железом. Сформировались подвывихи тазобедренных суставов. Теперь Данила не может полностью разогнуть колени. Срочно нужен новый курс лечения. Дане нужно дальше лечиться. Наша задача – это коррекция тонуса мышц, развитие границного подвижения и равновесия. И, конечно, обучение науку самостоятельного передвижения. Так как Данила плохо разговаривает, наша задача также научить его строить фразу «разговаривать». Стоимость лечения в Москве – 199 998 рублей. Сумма для мамы Данилы неподъемная. Помочь Дане можете вы, наши телезрители. Для этого достаточно отправить на короткий номер 5542 смс со словом «Дети». Стоимость одного сообщения – 75 рублей. Надеемся, что люди все-таки откликнутся и помогут Даниле продолжить лечение. Признаюсь, мне в роддоме предлагали оставить ребенка. Сказали, что ребенок будет тяжелым, что, в принципе, вы молодая, родите еще. Но, я не знаю, я не смогла этого сделать. Несмотря ни на какие диагнозы, это мой ребенок. Но по-другому я не могла. Даня ждет вашей помощи. Слово «Дети» на короткий номер 5542. Поддержать семью можно и другими способами, указанными на сайте Росфонда. Владельцы айфонов и телефонов на платформе Android могут перевести пожертвования через мобильное приложение. Дарья Шметкова, Борис Рац, Вести, Пенза, Городищенский район.